Итак, всем привет, с вами Топе. Мы продолжаем играть за Германскую империю в Кайзаре Даксе, и в прошлой серии началась уже Великая война, вторая, которая на западе у нас без перемен, как обычно, а на востоке мы очень успешно пушим Россию, и так как Брест-Литовские территории все еще наши, то пушим мы еще быстрее, чем в Первой мировой. И тут Румыния тоже решила нам нанести удар в спину, но у нас, благо, здесь есть армия, которая потеряла две дивизии, честно говоря, пока ехала, и, блин, да, у нас потери, кстати говоря, очень солидные, надо бы, наверное, приостановить наступление и чуть-чуть перегруппироваться, планирование можно брать, как-то подвосполнится, потому что очень мы пробиваемся, очень-очень-очень плохо по потерям, я не хочу унести такие большие потери, нужно авиацию туда перетащить, вот это все. Нам, в принципе, спешить некуда, мы строимся очень эффективно, заводов у нас больше, скоро будет еще больше, ну, в сумме, конечно, у нас, я бы сказал, примерно поровну заводов вообще, вообще, да, у них, ну, примерно поровну в сумме, я веду, наша сторона, их сторона, но надо еще учитывать то, что вообще еще есть вот эти парни, которые добавляют у нас преимущество, но мне, именно по моим заводам личным, я практически догоняю вот эти три передовые страны, и это, конечно, прекрасно. Я думаю, добьем мы Румынию, потом вот эти ребята перейдут куда-нибудь сюда, кстати говоря, Крит Италия смогла захватить, я думаю, мы потом что-нибудь с этим сделаем. Здесь, кстати говоря, Сербия тоже вступила в евразийский блок, ага, и у нас, видите, какая здесь война идет. Короче, мы в этой армии добьем потом Сербию, потом поедем, высадимся в Норвегию, наверное, посмотрим еще, и после этого, думаю, поедем куда-нибудь в Италию. Примерно такой план, поехали. А мы пока идем вот сюда дальше, Рекс-План прогрессировать, не знаю, что нам это даст, но будем верить в то, что все будет хорошо, и мы еще что-нибудь получим с сюда плюсами. А против нас там Сиам оправдывает цель войны против Бирмы, которую мы гарантируем, которая в Рекс-Пакте, ага. Я думаю, что здесь у нас есть Остазия, и она с Бирмой вместе должны что-то хотя бы удержать, нормальная территория. У нас еще здесь Остазия, конечно, флот, шикарный, я вам скажу. Я бы сказал, вполне себе, по силе, ну ладно, чуть слабее британского. Британский флот здесь неплохой по количеству, но мы скоро его не сведем до атомов. О, смотрите-ка, там крит в изгнании, и мы можем нажать вот такую невероятную кнопку, которая даст нам просто кучу опыта. Да, я нажму ее, конечно. Это сразу доктрину мы закачаем здесь, и побыстрее здесь сможем закачать. Но вообще, на самом деле, я бы танковую дивизию вместо этого уже начал делать, потому что я уже неплохую количество танков сделал, пора бы им начать обучаться. На самом деле. И мы можем сделать всеобщую мобилизацию, а вкупе с тем, что мы сможем, ну как где-то у нас, вот оно здесь, еще 30% получить, то я думаю, что это сделать, параллельно еще расширить призыв, чтобы не слишком это нас подамутарило. Но строиться мы требуем под минус 5 тнп, слушайте, а это не слишком сильно? Ну нет, нет, в принципе нормально. И нас пытаются на западе есть пробить, где-то даже прям очень активно, но на самом деле оно отображается маленьким процентом только потому, что тут куча войск, но ты вкидываешь в них, как вы видите, просто ну никакая по сравнению, особенно с нашими. Авиации еще, конечно, не хватает, под авиация было бы вообще, я думаю, какая-то космическая ситуация, но как есть, мне очень, знаете, что в этом моде не нравится? Вот это, то, что у тебя региона на этой границе 4, ладно, 3 технически, да? То есть вот здесь вот две праницы вылазят из границы, здесь одна праница вылазит из границы, очень и не очень получается, так будет, ты просто два сюда поставил, нормально. Но в целом нормально, я сюда поставил на поддержку, сюда поставил на поддержку, что-то они будут потихоньку помогать выбивать. Вот здесь вот такая немножко не суперхорошая позиция, но вроде как все равно нормально. Я думаю, можем мы, знаете, что сделать. Блин, хочется откуда-то в воздух перебросить, но ладно, вот отсюда можем. Я думаю, перебросить вот сюда. Еще я подумал и решил, что стоит растянуть наш фронт на полностью всю границу с Россией, потому что там пробивают, видите, наших союзников. Нам хотя бы туда несколько дивизий привезти, я думаю, будет намного получше. Кстати говоря, пытался пробиться, не очень получилось. Но сейчас, я думаю, деблокирую. Так, и сибирская армия движется на запад. Ага, Дальний Восток обеял войну. Интересно. Кстати говоря, в Африке что там происходит? Блин, те, кого мы поддерживали, начали проигрывать. Хотя у них, казалось бы, будет чуть больше вроде дивизий и всего. Ну ладно. Виталий хочет к нам присоединиться? Слушайте. Сейчас звучит интересно. Но я бы, наверное, не хотел прямо сейчас их призвать в войну. Их там просто пронесут. Я, конечно, могу, наверное, через Австрию провести туда войска, но у меня не то, чтобы есть достаточно свободных войск. Поэтому мы гарантируем их независимость. Так. Окей, они отказались. Если говоря, пробили у нас там одну провинцию, эту. И у нас войска отступили. Давайте сделаем вот так, чтобы они зарегинили морали. И потом обратно их можно в бой привезти. И вместе с этим можно сделать, пожалуй, вот так, я думаю. И намного эффективнее спалюет нашу авиацию. Тут, если говоря, Австрия начала с Италии воевать. А у меня рейхсплант спрогрессировал. И дал мне еще ТНП и еще оперативника. Вообще неплохо. Но вот ТНП у нас уже минус 10, на самом деле. Так что, ну, ладно. То, что он опять там ТНП тратит. В принципе, да, окупается, хотя не сразу. Французы тут просто безумно душат. Нажимают форсированную атаку. Из-за этого, конечно, они меня начали пробивать пожестче. У меня тут организации не хватает на этих дивизиях. Но и они просто, ну, истощают себя до невозможного. У них буквально, смотрите, дивизии до нуля боеспособности сейчас добавивают. Ну, судя по всему, французы заканчиваются. Наверное, как и в людях, так и в снаряжении. Ну, в людях, ладно, там еще дофига. Но вот снаряжение, походу, да. Потому что, как вы можете видеть, статы у них уже низкие. Боеспособность у них уже кончается. Потери там уже солидные. У нас на самом деле тоже. Потому что нас все атакуют на, так сказать, обоих фронтах. Но мы готовим потихоньку вот эти резервы. Когда мы их развернем, мы сможем повернуть в ход войны. И наши танки, когда мы сможем развернуть, мы также, скорее всего, развернем в ход войны. А пока что мы просто этим защищаемся на западе. Отступили мы к вот здесь вот Днепру на востоке. И будем вот так вот защищаться, плюс-минус пытаться в Румынии атаковать. Вроде как фронт затихий на востоке и на западе. Нам это выгодно, потому что мы накапливаем себе какой-то такой блок авиации и блок танков. Если на тебя против нас оружия, да, 2500 мы можем дать. У нас пехотного снаряжения много. В принципе, всего снаряжения достаточно, кроме вот старых запасов. Чего, точнее, вот этих артиллерийских запасов. Но я смотрю, у нас есть старые запасы легких танков, 2000. Я думаю, как сказать, эту дивизию еще не доделал. Я думаю, мы просто делаем вот так, туда все старые танки закинем. Ну да. И тут британцы попробовали, представляете, высадиться. Безумцы. Реально безумцы, но мы такое сразу на корне взрываем. И я потихоньку выхожу в моторизацию вот сюда, до милитаризма. Получим, будем получать больше опт-арми. У нас пока немножко не хватает докачать. Хотелось бы все-таки доктрины. И здесь, конечно, тоже приятные вещи. Потому что там, видимо, какие-то еще будут интересные штуки. Рун, кстати говоря, корне зону на минус 50% я не заметила. Это очень сильно. Но самое главное, мне мэн-повер нужен. Потому что я чувствую, мы подходим к нашему лимиту. А повышать пока не очень хочется. А для интенсивных 3% вот здесь, в принципе, я думаю, более чем нам будет достаточно. Ну и плюс мы можем немножко демобилизовать нашу экономику, на самом деле, в один момент. Потому что пока что у нас с мэн-повером все окей. Но если будет вдруг не хватать, мы просто сделаем военную экономику. Все равно по ТНП это будет то же самое. Но есть разница в том, что здесь еще 10% скросятся строительство военных заводов. А мы их строим, но очень много. И вот здесь вот сегодня левел артара можем построить. Конечно же я начинаю строить. Ну все, затихли здесь артиллерийские выстрелы. Эти ребята выкрепляются. В Бельке вот здесь вот начала снова британская армия действовать, атаковать. Но уже неуспешно. Западный фронт, я считаю, уже полностью успокоился. Но вот здесь еще не совсем все тихо. Еще пытаются где-то пробить нас. Но это я не думаю, что получится у кого-то. Немецкая и японская война. Восток вас один. На нас попадает Япония. Что ж... Устазия, я надеюсь, сможет нас защитить. В принципе, она ради этого здесь и находится. У нее там 29 военных заводов. Господи, она очень мощная. Только дивизии почему-то у нее нет. Но флот хотя бы есть. И, ну, по ощущениям, в принципе, примерно такое, как у Японии. Так что я верю в то, что они хотя бы смогут нормально... Блин, а... Почему здесь дивизии нету вообще? Черт, их сейчас просто захватят вот здесь вот. Потому что я их призвал войну. Потому что я ждал, что у них есть дивизии. А тут просто миллион дивизий на севере. И у них дивизии нету. Придется сейчас что-то придумывать. Как это все укрепить. И вопрос очень сложный. Никак. Где ваш дивизии? У вас 29 военных заводов. У вас... Адамэн пауэрами нету. Ну, вы могли бы мобилизоваться. Ну, сам прям окружен врагами. Я думаю, рано или поздно он закончится. Но... Воевать он будет, я думаю, долго. У него там тоже военных заводов достаточно. А эти соседние такие сильные. Устазия, блин, просто невероятно сильная промышленная. Но... Такая слабая. Я знаю, что я сделаю. Я запросил у них войска. И будем пробовать удерживать вот эти две провинции, я думаю. Но я не вижу других вариантов. То есть, смотрите, они внезапно легкий танк развернули здесь. Ну, ладно. Короче, мы здесь сможем удержать вот эту провинцию. Удянули бы, конечно, хотелось... Пить по-другому держать. Это, кстати говоря. Типа, ну-ка. Давайте еще один. Еще один спросим дивизию. Типа, вот эту провинцию. И вот здесь. Вот эти две держать. И вроде как должно быть все окей. Так, я вроде как успел. Нет, не совсем не успел. Ладно. Ну, сейчас, может, они отдадут ее сами. Посмотрим. Будем сейчас задеваться здесь. О, Бразилия начала здесь войну вести. Все говорят, пока что вот эти ребята не вошли в войну. Точнее как. Кстати, вошли, но здесь нет. И, возможно, они смогут от этих победить. А потом и Аргентина с Чили поведут в войну. И там посмотрим, как что будет. В Америке пока те, на кого мы ставили, в целом держатся неплохо. Я бы сказал. У них промышленность достаточная. Шансы у них, по крайней мере, есть. Ой, смотрите, как мы уже по воздуху начали размениваться. Это, конечно, цифры намного неприятнее. Но, видимо... Да, обнаружение очень сильно, конечно, влияет. Но у них, по-моему, кончились хорошие самолеты просто. Вот так, по ощущениям. Скорее всего, да. Самое смешное, на Нидерланды здесь напали и высаживаются. Но они не заходят в наш Альянс. Типа, нет. Да, нас захватывают. Да, нам нужна помощь. Да, мы согласны дать вам проход. Но нет, мы не выйдем в Альянс. Ну ладно, мы как бы... У нас как раз вот эти резервы от высадки 20 дивизий, которые я готовил, закончили подготовку. Они, конечно, все еще необстрательные, потому что у них заряжение полностью не было выдано. Из-за этого они не могли на 100% закончить обучение. Но нормально, нормально. Бои закончат. Плюс у нас здесь есть авиация, так что нормально. И да, мы потихоньку на абсолютно нет. Сводим их в раздушное превосходство. Самолет у них скоро закончится. И мы начнем уже наращивать наше превосходство, я думаю, и на востоке в том числе. А, смотрите-ка, здесь японцы прислали сюда еще войска. Так что да. Ну, в общем-то, мы здесь будем держаться. Я думаю, проблем не должно быть. А то, что мы забрали у них дивизии, должно их мотивировать делать новое. Ну и по морю, вроде как, они должны тоже руляться не хуже Японии, потому что они обе яишки. И обе не умеют справляться с флотом. И на последних тысячах мы как раз успеваем взять себе дух на милитаризм и начать снова монпауэр набирать. Ой, нас даже здесь пытаются реально пробить. Я думаю, есть смысл сюда авиацию нам какую-нибудь прислать. Не то, чтобы здесь много чего-то было, но что-то найдется. А, не хватает монпауэра. Сейчас появится. Пытаются они высадиться в Ирландию, и я понимаю, что нам надо срочно Ирландии прислать воздушную помощь. Чтобы хоть как-то добивать это все. И, наверное, даже хороших штурмовиков тут отправим, а не просто тактикалы, которые у нас так себе, честно говоря. Потому что они самые стартовые. А можно здесь поделать вот так, я думаю, зато. И, блин, успеем или не успеем? На самых последних процентах. Авиация работает просто, посмотрите, безумно, сколько урона она наносит. И да, они успели. Черт возьми, мы успели впасти Дублин. Дублин, 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 наверное. Вот. И супер. Теперь нам что надо? У нас флот почти готов. У нас уже август. Да, нам надо доделать вот этот кораблик. И потом начинать уже добивать все вот эти корабли, пожалуй. Ну и все. Здесь под нашей авиацией они не могут ничего сделать. Слишком много она наносит урона, просто-напросто уничтожая все вражеские дивизии. И скоро это будет повсеместно. Пока что у нас, конечно, не совсем хватает авиации, чтобы покрыть фронт и на западе, и на востоке, и в Азии. Но скоро сможем. Итак, у нас тут политический фокус прогрессирует. Запоминающийся вечер. Смотрите-ка, в винном погребе у нас приходит наследный принц и... Ваншляхер. И они соглашаются, что у текущего кайзера уже нет силы и воли. Ага, грядущая война, в скобочках, текущая уже. Ясно, ясно. Хорошо, они там договорились о том, что они будут союзничать. Я в целом не против. Давайте идем в канцлер и его друзья. Вот здесь у нас теперь будет тоже авиация. Очень нам это здесь поможет, потому что не хочется терять здесь морскую базу эту, нашу Астазию. Кстати говоря, я посмотрел по всему вот этому. Штурмовики, которые я делаю, не отображаются вот здесь вот в штурмовиках. Это не очень приятно, но ладно. Как есть. Ну и с такой помощью в воздухе, я думаю, шансов пробиться у японцев 0. И разворачиваем мы морские бомберы наши. Палубные. Сокращаем их производство. Я думаю, нам теперь не так, что и много их нужно. И просто смотрите, сколько мы делаем теперь истребителей. Сколько мы делаем сейчас... Ну, будем делать сейчас штурмовиков, я думаю, так вот мы сделаем. И потом полностью сфокусируемся уже на танках. И я думаю, наверное, еще и брону транспортеров тоже можно было бы добавить. За то, что мы будем заканчивать уже войну. Ну и мы начинаем потихоньку действовать в флотном регионе. Вот под лодочкой уже находим. Ну и сейчас будем потихонечку выбивать весь флот, что есть у наших противников. Битва за битвой. Так, кто это такой? Понял. Битва за битвой, будем сейчас выбивать весь флот. И вот начинается здесь битва, но... Наш флот просто отказывается туда заходить и посмотрите на это. Просто, ну вот... А можно вот... Ну вот, слушайте, сейчас успеет найти, да? Да, успеет найти. Битва на самом севере. Позиционирование у нас все еще нормальное. И они начинают сыпаться. У нас, кстати говоря, не очень хватает охранения, я вам скажу. 156. Нам немножко... Да, нам нужно добавить вот так вот. Будет после этой битвы уже. Ну ладно. И мы британский флот вроде как передамаживаем. Хотя я ожидал, конечно, чуть-чуть более эффектного урона. У нас все-таки столько линкоров. А мы всего лишь несколько эсминцев снесли. Ну да, я ожидал чуть большего. В целом нормально. Мы нанесли, я думаю, неплохого урона им. Плюс-минус. Нужно обязательно перебросить сюда вот эти эсминцы, чтобы у нас хранение было подходящее. А вот мы их перехватываем еще раз. У них организации меньше. И я думаю, сейчас мы поразменяемся намного лучше. Кстати говоря, здесь видите, фитнес-охранение авианосцев ужасное. То есть, если мы внезапно пробьем первую линию оборону, вторая линия оборона их не защитит. Но мы и то, и то не пробиваем. Но мы их постоянно находим, догоняем. Если кто-то уже сразу вышел, что ли, с боли, или наоборот приходит в бой. Да, только приходит в бой. Ну вот, начинается побольше битва. Слишком много авианосцев. А, ну, они 5 авианосцев завели, даже 6. И начинают опять они сыпаться. У нас тоже некоторый урон получаемый, но все еще нормально. Короче, медленные бои эсминцы у нас тоже выбили. Но мы по ним неплохо работаем. Так. Встречеринка с рейхканцлером. Смотрите-ка, у нас меняются... Меняются ребята, и у нас влияние юнкеров, плюс макс кап. Кстати говоря, насчет макс капа я вспомнил, что мы хотели вот это переставить. Вот так, я думаю. Да, и смотрите, у нас еще и ресурсы появились сразу. Как приятно. И смотрите, флот поехал чиниться, я вижу. Насколько я понимаю, это... Значит, что мы делаем? Мы разрешаем кораблям заходить вот сюда, я думаю. Так, кстати говоря, надо это все убрать. И отправляем наш флот вот сюда. К английским берегам. И попробуем вот так вот сделать. Ну и начинаем продамаживать их флот в портах. Просто-напросто. И я думаю, уже пора попробовать вот здесь вот выбивать их тоже. У нас здесь достаточно штурмовиков уже, достаточно истребителей. Полное воздушное превосходство. Здесь тем временем, хоть мы и не убиваем корабли, но видите, мы их очень солидно дамажим. Я думаю, в один момент выбьем. Кстати говоря, Геринг-то это прогрессирует. Он сейчас что-то захватывает и захватывает. Как будто он даже сможет победить, не знаю. Посмотрим, что там у него получится. Но в правительство мы его уже забрать не можем, потому что Миталь-Африке нет. И я вижу, что в Ирландию опять пытаются высадиться. Значит, что нам надо помочь опять Ирландии авиацией. Ну и мы наконец-таки... Здесь британцев, которые высадились в Нидерландах, выбили полностью. Отлично. Эту армию мы сможем освободить и отправить в Румынию, я думаю, теперь. Здесь британсы, смотрите, да, вокруг артов высадились, но Ирландцы сейчас под поддержкой нашей авиации. Я думаю, их полностью выбьют. Авиации, потому что он наносит просто какой-то безумный урон уже. И вот здесь вот французский флот с британским. Наши решили эсминцы атаковать, но наш флот успевает сюда прийти и тоже навязать свою драку. И, ну да, на флоте на самом деле у нас все достаточно хорошо. Мы очень уверенно держим присутствия на море. Я вижу, где большая часть британского флота, вот здесь вот. Следовательно, что следовательно, мы идем сюда. О, вот это выглядит как тощее сражение. Надо только его найти и начать с ним убиться. С этим флотом. Ну, я нашел часть этого флота. В принципе, что-то они реинфортят, но, конечно, они, да, теряют, теряют корабли потихоньку. Ну, пока что только просим из кораблей. Пока они совсем немножко кораблей потеряли. Но скоро, я думаю, и корабли тоже. Надо еще пару раз их будет найти и точно, я думаю, разобьем. А вот еще один. Да, еще один бой мы далее нашли. Ну, а дальше я не знаю, что уже уходит на починку, что ли. Нет, здесь еще есть какие-то корабли. Вот здесь вот есть еще какие-то корабли. Их можно еще поискать и выбивать. Но, я думаю, есть смысл вот сюда перейти. Здесь как будто больше мы найдем. Хотят купить самолеты? Да, давайте. И вот Румыния. Так, кто-то там просит помощи. Окей. Румыния потихоньку закрашивается. Будем потихоньку до выходить до Сербии. Эта война скоро закончится, я думаю. Так, падение Бухареста как раз-таки. Да, вот оно и идет. Блин, пошли в первую доктрину. В итоге, танковые дивизии на поле боя 0. Надо всегда просто идти во вторую. По классике и все. Она все-таки лучше. И я все-таки очень люблю эти арсиллерийские дивизии. И у нас влияние юнкеров увеличилось. Смотрите-ка. Ну, неплохо. Дополнительные бафы еще получились. Вон там дивизии. Аргу еще получили. Но станковые дивизии просто, ну, безумно организованные будут. По 40, давайте, наверное, 2. Ширидный фронт. Но при этом все еще 40 арги. Но и станок, конечно, космические. А прослот припасов не менее космический. Не знаю, когда я смогу это достроить. Я бы, наверное, сократил производство истребителей ради наших танков. Ну, что здесь вернулся флот. Опять сюда британский. Все гоняюсь я за ним. Все пытаюсь я в генеральном отражении его разгромить. Но они либо уходят, либо я не успеваю их добиться. В общем-то, пока не так сильно получается. Вот здесь еще, кстати говоря, флот Антант тоже плавает. Так что просто, ну, представляете, насколько там много кораблей в этот момент. Просто тонна. И очень сложно здесь нам перейти. Но, я думаю, чисто за счет авиации мы сможем. Она выбивает просто очень много ярки и прочности. Так и опять прогрессирует наш план. Давайте, ка-ка, сделаем марионеткой. ТНП стало поменьше, но окей, допустим. Что-то еще дало. Но стабильность, поддержка войны за ТНП. Что-то как-то грустно. Как-то говоря, у нас военные заводы все закончили. Здесь строим мы ПВО. Просто, ну, а что еще строить? Радары. Ну, можно еще радар вот здесь вот, наверное, где-нибудь построить. Но это максимум, что я могу придумать. Ну, и на море просто какая-то жесть происходит. Вот так вот доезжают дивизии, которые собираются осаживаться. И они просто уничтожаются под лодками где-то на приступах. И мы даже нашим основным флотом тоже начали уже рейдить. Потому что, ну, а почему нет? Бот скоро истощится, но просто полностью. Еще и... Пока что это падение Детройта. О, синдикаты пали. Это мера, кстати говоря. Знаете, что бы я еще сделал? Ну, вот этим парням бы закинул один Лиза. А что нет? Причем мы заливаем у них прям очень много. Посмотрите, на это куча, во-первых, просто ресурсов. Потом процентами будем им тоже заливать основные ресурсы. Какие-то старые единицы. И 300 самолетов-истребителей, 300 штурмовиков. Я думаю, с такой поддержкой они должны справиться. Кроме того, я еще даже и конвоев тоже залил. Потому что, ну, пускай. Вот. А здесь мы прекращаем строить вот это. И начинаем строить просто конвои. Потому что море я уже выиграл. Можно только теперь, так сказать, нашу руку куда-то засовывать. И конвоями засылать. Я думаю, вот сюда мы сможем достаточно им накидать, чтобы они выиграли. О, кстати говоря, мы пока рейдили. Смотрите-ка. Нашли флот, который пытался защитить, видимо, конвои. Точнее как, скорее всего, началась битва. Потом он подошел в битву. И британцы потеряли свои авианосцы. Три штуки. Ну, в принципе, в целом, я думаю, сколько бы они их не теряли. Или сколько бы у них не было до этого. Мы как бы в любой момент нашей войны были сильнее их по морю. Ну, а теперь так тем более. Так что... Делаем, я думаю, вообще вот так теперь. И... Ну, да, и удачи им. Вообще, хоть покинуть как-то... Передела своего острова. И так он получает особую черту. Казер-маренетка плюс политка, плюс патернализм, но минус стабильность. Да, ну, нормально. И давайте объединим все эти одноцтухи в один. О, инвестиции в Египет. Ну, давайте. Чё, никто? Плюс один ТНП. С военнозаводов. О, можно еще подсаживать военнозавод. Значит, что мы правильно делаем военные заводы. И еще два авианосца, я думаю, должны быть уничтожены. Да, так и есть. Здесь нас перехватили. Ну, ничего, мы еще добьем их всех. Осталось немного. Бродили врачные инвестиции? Да, без проблем. У меня политики бесконечность. Отправим туда авиацию. Она, вроде как, несколько помогает. Как будто недостаточно. Ой, кстати говоря, здесь есть отличная авиабаза. Я бы ее прям загрузил самолетами. У нас здесь вот, они простаивают, в принципе. Надо хоть как-то помогать им хоть где-то. Но, в целом, я думаю, толк большой от этого. Как минимум, они очень жестко истощаются. Максимум, через какое-то время, я думаю, после таких боев под воздухом таким, Бразилия должна начать камбэкать. А еще можно было бы им ленд-лист, то что выдастся. Смотрите, наша тактика, ну, как сказать, увидеть можно любой тактикой бота, но мы выбрали тактику истощения. И на западе просто странные в ноли истощены. Здесь нечем снабжать войска уже на фронте. И, как вы можете видеть, они здесь истощаются просто потому, что нету, ну, нету поездов и нету машин, чтобы снабжать. И когда эти цифры дойдут до нулей, то будет, в принципе, скорее всего, гореть плюс-минус весь фронт. У Британии похожая ситуация. Так, Саваренков объединяет Россию. Ага. Они, видимо, на востоке победили, да? Да, так и есть. Так и есть. Чуть-чуть. Господи, тут очень много музыки. Так вот. И Британии тоже потихоньку у них. И здесь там же ней нету. И в один момент, я думаю, у них закончится конвоя. И мне интересно, что когда будет. Насколько беспомощными они станут. Скорее всего, абсолютно. Британии, в принципе, уже беспомощной. И ее, в теории, можно было бы пробить уже чисто пехотой под авиацией. Но мы же делали зачем-то танки. Мы же зачем-то шли в эту первую доктрину, да? Эх, как же, насколько вторая доктрина мне больше нравится в этом плане. Так что достроим танки. Ну и начнем наш прорыв. Да, здесь вот попытки выставки. Но это все смешные попытки. И посмотрим, давайте, какой у нас в итоге дух получился. Германия превыше всего. Ну, опять-таки, много всего полезного. Солидно, но, конечно, до этого пока дойдешь очень долго. И что у нас осталось здесь взять? А, пожалуй, наверное, пойдем вот это я возьму для исследования электроники до конца. Потом здесь уже буду что-то, наверное, делать. Ну, я думаю, мы уже перейдем со всем этим в следующую серию. В следующей серии мы, я думаю, начнем полумасштабное наступление. У нас тут закончены танки. Мы уже в Сербии почти закончили здесь. Эта армия у нас освободится. Значит, начнем, я думаю, с востока, пока запад будет окончательно задушен, скажем так. И здесь мы, скорее всего, танковыми дивизиями попробуем вот так вот прорваться и сделать вот такой вот большой котел. Посмотрим. В любом случае, ребята, с вами был ЛубГ. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Пока. Вспания, кстати, гражданка идет все еще. Ха. Субтитры сделал DimaTorzok